Алексей Владимирович, снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о такой проблеме, которая, наверное, знакома многим нашим телезрителям, вашим подписчикам. Это фоновая тревожность. Вот что такое тревога вообще? И как отличить тревогу здоровую, которая присуща, наверное, любому живому существу, от тревоги, которая уже стала нездоровой? Это очень хорошая постановка вопроса, потому что чаще всего я начну как бы с другого конца. То есть есть у нас, ну, в каждый какой-то период нашей жизни существуют так называемые, ну, наверное, модные диагнозы, что ли. И это то, о чем мы видим передачи, различные ток-шоу с центральных каналов. То есть если мы сейчас говорим про депрессию, то у нас поголовно у всех депрессия. То есть если мы вспомнили про тревогу, у нас тревога, что-то еще, что-то еще. То есть вот есть такой момент. Сейчас все чаще и чаще мы слышим, что говорят про повышенную тревожность. И, к сожалению, действительно даже у нас появились пациенты, которые приходят, и первые жалобы, которые они предъявляют, они говорят, что у них есть тревога. И как здесь не вспомнить Мольера и Мещанина во дворянстве, который узнал, что он говорит прозой. То есть действительно тревожность и тревога – это феномены, свойства, присущие каждому человеку, живущему на планете. То есть это наша совершенно нормальная в определенных условиях реакция на какую-то неопределенность. Тревога в норме у человека, она выполняет несколько функций. Это не просто так. То есть она выполняет функции какой-то мобилизации. То есть человек, который тревожится перед экзаменом, поверьте мне, тревожные люди достаточно часто лучше учат, потому что они тревожатся. И они не хотят, чтобы эта тревога переросла в какую-то конкретнику в виде не той оценки, которую... То есть это концентрация на проблеме, которые... Человек, который тревожится перед публичными выступлениями, испытывает какое-то... Но это уже скорее не совсем тревога, это уже фобия, имеющая направленность. Но тем не менее это близко. То есть он скорее посетит психотерапевта или какие-то курсы по риторике и научится ловить вот эти мысли, которые делают его нестабильным в этой ситуации. Это опять же тревога его подтолкнет к какому-то достаточно важному для него решению. Если я еще за что-то тревожу за здоровье, ну, наверное, может быть, это повод раз в год, два года сделать так называемый чекап и провериться все здоровье где-нибудь в каком-нибудь медицинском центре, а не бегать и сдавать какие-то хаотичные анализы, бегать по специалистам, как вот это называется, такое плохое слово, есть синдром госпитальной блохи. Это тоже люди тревожатся, и они прыгают между медицинскими центрами, между врачами, отсюда, 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 нигде толком не получая какой-то полноценной информации, которая должна прежде всего свестись к этой психологическому интеллекту. Потому, что, ребят, то, что вы испытываете, ну, наверное, вот вы полновались, у вас был стресс, и это нормально. Вы сейчас проволнуетесь, выделите специальное время, если нужно, найдите себе группу поддержки, вас поддержат. Вот это все нормальная тревога. И есть тревога ненормальная. Действительно такая вещь есть. И тот вопрос, который вы задаете, сейчас часто спрашивают, наше общество стало более тревожным или нет. Да, оно стало. Оно не может не стать, потому что вот вся эпоха постмодерна, да, последние несколько десятков лет, появление интернета, появление телевизора, появление социальных сетей, появление новостных каналов по телевизорам и социальных сетях. Это информация. Это информация, конечно. То есть, его надо переварить. Потом многие купили машины, везде пытаются успеть. Как тут не тревожиться, не выполнить все вот эти вот галочки поставить, выполненных заданий. Мы пытаемся просоответствовать какому-то безумному ритму жизни. И все вот это общество, да, то есть, какие-то потрясения социального, политического характера, экономического, разумеется, они вызывают у нас повышенную тревожность. Потому что человек, существо по своей природе, оно биопсихо-социальное, да, и мы склонны строить планы вперед. То есть, мы как бы живем, как нас призывают некоторые психологи жить, he and now, здесь и сейчас. Но, тем не менее, мы хотим быть уверены в завтрашнем дне. И это совершенно нормальное явление. Если я в нем уверен, моя тревожность базовая в целом, да, она не выше. Вот сейчас она чуть-чуть выше. Вот там ковид, вот эти все ситуации, которые у нас сейчас происходят, вот эти все, они действительно не оставляют нашу психику безразличными. Было бы удивительно, если бы это было бы по-другому, да, вот. То есть, мы немножечко тревожимся. То есть, стрессовость, она растет. А стресс с тревогой, к сожалению, имеет, ну, скажем так, взаимообратную связь. То есть, тревожность повышает мою восприятельность челюсти к стрессу, да, а стресс, по свою очередь, вызывает повышенную тревожность. Увы и ах. Вот, и надо понимать, что есть так называемые отдельные уже диагностические рубрики, когда люди, некоторые, попадают в поле зрения психологов, психотерапевтов или психиатров с тревогой, которая, к сожалению, уже не позволяет им полноценно функционировать. То есть, сам человек или его близкое окружение может понять, когда уже человек не справляется. То есть, появляется интолерантность, вот это вот слово, восприимчивость к любым факторам, окружающим меня действительности, которые ранее меня абсолютно не трогали. И мы сейчас объясним, в чем смысл. То есть, не так посмотрели. Даже ожидание на автобус, на остановке автобуса или маршрутки уже вызывает, что приедет, не приедет, какие-то тревожные мысли. И человек даже не понимает, что с ним происходит, но вот эта вот тревога, она заставляет его просто развернуться иногда и уйти домой. И появляется элемент социальной тревожности, появляется элемент тревожности агрофобической. То есть, когда люди начинают избегать вообще контактов или людных мест. То есть, когда они понимают, что вот у них есть какие-то точки сбежания. Но вот при генерализованном тревожном расстройстве, к сожалению, даже в этих местах тревожность все равно может снижаться, но тем не менее она остается. Человек переживает за все, что если он, не знаю, эффект бабочки. То есть, он сейчас чихнул, а где-нибудь на берегу слоновой кости, не знаю, тайфун начался или еще что-то. То есть, какие-то такие. Это поведенческие. А есть какая-то симптоматика, как у депрессии есть клинические, физиологические проявления тревожного такого расстройства? Есть такие? Вы знаете, я думаю, что мы с ними, со всеми, которые я могу назвать, знакомы. Потому, что тревожились-то мы все. И сильно тревожились мы все. Просто наша тревожность, она закончилась. А вот у человека с подловической тревожностью, она, к сожалению, не имеет тенденции без терапии заканчиваться. То есть, вот это дрожь. Вот это ощущение какого-то беспокойства в грудной клетке. Учащение дыхания. То есть, у нас меняется цвет кожи. То есть, краснеет или бледнеет лицо. Что волосики вот эти все наши, которые мы не успели удалить, они там поднимаются дыбом на нас. То есть, пульс чистит. То есть, это все знакомо каждому человеку. Только в норме это проходит. Я выдыхаю, говорю, поволновался. Был повод, наверное. Может, даже не было повода. С утра проснулся как-то. Как люди говорят, тревожненько. Да, бывает, что она из ниоткуда. Да, ниоткуда. То есть, человек покушал. Допустим, может быть, уровень глюкозы упал с утра. Он покушал бутерброд свой. И уже все не тревожненько. Или вот он вышел. Какой-то серенький пейзаж. Чистый снег зимний. Как он сейчас выглядит. А потом увидел любимого человека. Улыбнулся. Тревожно спрашивал. Это, назовем словом, ерунда. То есть, это вещи приходящие. Они никак не вмешиваются в мою жизнь. А вот если я из дома из-за тревоги выйти не могу. Если я не могу дела делать. Если я ни о чем другом думать не могу. И вся моя жизнь начинает идти на смарку. Вот это уже, наверное, не есть хорошо. Есть ли какие-то рекомендации общие, может быть, для тех, кто в условиях стремительно меняющихся событий в мире чувствует, что его тревожность начинает нарастать. И как бы не перейти эту черту, когда уже она станет, скажем так, расстройством. Вот как самостоятельно или, может быть, с помощью специалиста справиться с этими первыми звоночками тревожными? Смотрите. То есть, здесь есть совершенно четкие рекомендации. То есть, если тревога ваша стала чуть-чуть больше, чем вы к ней привыкли. Но все еще она как бы не заставляет вас там сидеть дома, положив руки на голову и говорить, что все там ужас какой. То есть, если он просто уровень тревожности повысился, вполне возможно, что, во-первых, что нужно сделать? Во-первых, разрешить себе тревожиться. Потому что, когда мы пытаемся не тревожиться, срабатывает парадокс. То есть, вот эта частичка «не» играет с нами злую шутку. То есть, мы стараемся что-то не делать, у нас всегда получается с точностью наоборот. Это парадоксальная интенсия. Мы в психиатрии этим лечим, психотерапию. Но вот люди, которые сами себя пытаются взять в руки и не бояться, не волноваться, это дает совершенно обратный ряд. Потому что больше внимания этому. У нас наша психика так устроена, мозг устроен так, что мы плохо воспринимаем отрицательные формулировки. То есть, если я сейчас приведу вам хрестоматийный пример, попрошу вас не думать о розовом слоне. Что произойдет? Сначала вы подумаете о слоне. Потом вы представите его, окрасите в розовый цвет. И только потом вы вспомните, что вас просили именно о нем не думать. И вы начнете из своего сознания пытаться от него избавиться. Вот так это работает. То есть, поэтому, когда люди говорят, что я не буду вот это делать, я сейчас... То есть, мы все волнуемся, разрешите себе волноваться. Если у вас есть возможность выделить для этого какое-то время отдельное, выделите. То есть, 10 минут вечером, 15 минут на волнении всего дня. Тогда вы будете знать, что у вас есть время. Да, оно локально. И значит, ваша психика понимает, что все остальное время можно этого не делать. Самые простые техники-то обычно релаксационные техники. То есть, вот вы затревожились. То есть, вы когда тревожитесь, как любой другой человек, как я и любой на свете Земля, мы начинаем, меняем паттерн или тип дыхания. То есть, мы создаем гипервентиляцию. Дышите по спинке носа, дышите, как там в йоге рекомендуют. Вот в восточных практиках вдох, выдох, вдох, выдох. Без форсирования, без всего. Две-три минуты подышали, вы восстановили газовый состав крови. Ваши надпочечники, там много что еще успокоилось. Тревога вдруг прошла. Кстати, так и панические атаки точно так же купируются. Отвлечение какое-то. То есть, тревога редко существует здесь и сейчас. То есть, тревога имеет какой-то очень часто хвост из прошлого. Да, триггер. То есть, я вижу ситуацию, которая мне напомнила что-то из моего прошлого. Там я был нехорош. Здравствуй, настоящий. И я возвращаюсь в то прошлое, реагирую по принципу. То есть, есть актуальная... Это уже страх или тревога. Если я боюсь собак. То есть, тревога. Я просто чего-то. Вообще тут рядом ничего нет. Если я смотрюсь вокруг, а ничего нет. И если я себя привяжу к актуальному. Здесь и сейчас. Назову несколько цветов. Назову несколько звуков. Потрогаю несколько текстур. То есть, я вернусь и мое мышление снова включится. Которое я выключил. И я пойму, что объективной тревоги никакой нет. То же самое со страхом. То есть, ведь я могу бояться собак, например. Боюсь я собак. Окей. Это фобия. Страх собак. Норма, не норма. Это же судить как... Но если я боюсь собак, которых здесь нет. То есть, самого факта возникновения контакта с собаками. Вот это уже у нас скорее невроз. А если одно упоминание о том, что собаки есть. Третья стадия. У меня уже вызывает оцепенение. Я даю реакцию паники. А я живу там, где собак нет. Или не знаю. Ну, как бы я живем мы в Рязани. Тут нет крокодилов. А я их боюсь. И хожу, хлопаю в ладоши. Когда меня спрашивают, зачем я хлопаю. Я говорю, я обгоняю крокодилов. Говорят, их здесь нет. Он говорит, поэтому и нет. Это ритуальное действие компульсии. Я вам показал. Вот. Следующий момент. Любые какие-то отключающие медитативные техники. Подумали. Расслабились. Представили себя на берегу, не знаю, там Черноморского побережья. Или Мальдивах. Кто где был. Или на берегу речки под Пронском. И этого достаточно бывает хорошо. Есть рисуночные тесты. Кто-то рвет бумажки. Кто-то. То есть, ради бога. Очень много техник, которые позволяют эту тревожность актуальненько вот здесь сейчас сбросить и уйти от нее в сторону. Ну и соответственно, если мы говорим уже про какие-то такие техники, методики. То есть, я приведу пример. То есть, мы сами запускаем своими мыслями многие вещи. И многих сейчас на слуху такое направление, как когнитивно-поведенческая психотерапия. Экспозиционная психотерапия. То есть, когда я боюсь этих собак, меня с собаками закрыли. Или с кошкой боюсь, меня с кошками закрыли. Про пауков мы не будем говорить. С пауками закрыли. Хотя делают это и так делают. То есть, мы ищем те слова, которые не являются актуальными, запускающие мою тревогу или мою какую-то страх или фобию. Фобия – это тот же страх, но уже скорее ближе к диагностической рубрике. Смысл синомичный. Но страх… Перерост границ. Да, но страхом мы называем обычно что-то такое более нормальное. Треофобия – это уже обычно все-таки тревожно-фобическое расстройство. Если мы видим, мы научимся видеть, какие мысли у нас запускает вот эту тревожную реакцию. То есть, соответственно, мы можем научить человека достаточно легко. Там моделей огромное количество. Вот выключение этих автоматических мыслей. То есть, мы, соответственно, можем сделать так, чтобы этот человек в этот момент размышлял в конструктивных, в позитивных каких-то терминах, в безопасных. Когда сам факт возникновения начинает в его глазах выглядеть нелепым. И он получает несколько вариантов возможного поведения в этой ситуации, которые не подразумевают тревогу и страх. А то, что мы как бы запускаем сами, и наши мысли материальны, эмоционально материальны. Можно привести простой пример. Вот я сегодня про него вспоминал просто. То есть, я вас приглашаю сегодня на вечеринку. И если вы любите вечеринки, то, соответственно, вы говорите, о, здорово, и ваше настроение улучшается. Если вы к ним относитесь безразлично, вы говорите, ну, блин, это трата времени, наверное, не пойду. То есть, и ваша эмоциональная реакция нормальная, абсолютно. Вы как бы ваши мысли сказали, да не пойду просто все равно. А вот если вы боитесь людей, боитесь появляться в людях, боитесь покраснеть, публичность или еще чего-то. Вы скажете, зачем он меня пригласил на эту вечеринку? Наверное, будет много людей. Я там покраснею, мне будет там неловко. Ой-ой-ой, я все равно не пойду. То есть, вот это уже все. То есть, это пошла тревожная реакция. То есть, вы тоже туда не пойдете. Ну, вот вы не пойдете по другой причине. Вот вам три варианта человеческой реакции того, как мы себя запрограммировали на то, что там с нами случится. И по факту, срубить установку можно и совершенно по-другому реагировать на любую ситуацию? Конечно, разумеется. Спасибо, Алексей Владимирович. Мне кажется, исчерпывающая беседа получилась. Будем надеяться, кому-то из наших телезрителей поможет справиться с неким состоянием. Я даже более того, я уверен, что поможет. Берегите себя и не забывайте, что последним оплотом является существующая психиатрическая служба. И психотерапевтическая, и психологическая, куда всегда можно обратиться, если у самих справиться не получается. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова